Всем привет! Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro, версия 5G. 5G отличается от обычной версии тем, что тут другое железо. Стоимость данного смартфона примерно 430 долларов на данный момент. И давайте перейдем к его распаковке. Вот тут вот Note 13 Pro 5G, 8256, Ocean Teal цвет, это океанический голубой. И теперь открываем коробку. Смотрим комплектацию, тут у нас конверт. В конверте скрепка для сим-слота, документация и черный чехол. Очень хороший чехол, как и во всех новых Xiaomi и Poco. Значительно качественнее, чем чехлы были до этого. Сам смартфончик. И в комплекте у нас 67 Вт блок для зарядки. И Type-C кабель. Так, хорошо. Закрываем коробочку. И по самому смартфону. У нас Ultra 200 Мп камера. 1.5 разрешения экрана. 120 Гц AMOLED дисплей. Snapdragon 7S второго поколения. Это процессор 67. Турбозарядка. Батарейка 5100 мАч. И в экране у нас датчик отпечатка пальца. Вот такой вот цвет. Неплохой блок камеры. Ну, по внешнему виду он такой более простоват. Похож на предыдущие версии данного смартфона. Как бы внешне он особо не выделяется какими-то дизайнерскими решениями. Сверху порт для наушников. Второй динамик. Ик-порт. Снизу Type-C порт. Основной динамик. И слот на две наносим карточки. Так, хорошо. Справа кнопка включения кнопки регулировки громкости. Утройная камера сзади. И спереди 6,67 дюйма дисплей. Разблокируем устройство. У нас перейдем в настройки. MIUI Global 14.0.6. 13-й Android. В общем, все так же как и в обычной версии. HyperOS у нас нет. При том, что этот смартфон чуть дороже, чем, например, Poco X6 Pro. Но у Poco X6 Pro уже идет 14-й Android и Xiaomi HyperOS. Тут MIUI и 13-й Android. Ну, думаю, должны, конечно, обновить. Это все дело... Так, хорошо. Закрыли. Таким вот образом это все выглядит. Очень плавный дисплей. 120 Гц. 445 ppi. Корни Gorilla Glass Victus. Вот. И теперь перейдем в его настройки. Так. О железе, да, поговорим. Так. Одноядерный мультиядерный тест. Тест процессора. Процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. И видеоускоритель. Так. Закрываем. Antutu Benchmark 596 тысяч. Почти 600 тысяч набираем по Antutu Benchmark. Сделаем тест мультитач. 10 касаний поддерживает тач-устройство. Окей. Пока рейтинг, по-моему, не подгружается сейчас. Да. Что-то другу хочет еще какой-то тест скачивать. Так. Ладно. И давайте посмотрим, как и будет работать тяжелая игра PUBG Mobile. Увидите игровой процесс. Так. Загрузился PUBG. Работает на вот таких вот настройках. Максимум и ультра. Работает все отлично. Настройки хорошие. Окей. Закроем. Теперь давайте послушаем динамики. Динамики в сравнении с XS iPhone. Так. Слушаем. Максимальная громкость тут. Достаточно громкие качественные динамики в сравнении с iPhone. Лучше играет у нас Xiaomi. И громче, и качественней. Хорошие динамики, стереодинамики. Вот. Такие басистые. И давайте теперь перейдем к камере. Посмотрим на функционал камеры. Фото, видео, 200 мегапикселей. Режим документов. Портрет, ночь и дополнительные режимы. В видео мы можем записывать 4K. Только 30 фпс. 60 фпс записывать не можем. Так. Окей. Сейчас покажу вам примеры снимков на основную камеру этого устройства. Выведу их на экран. Ну, что в целом можно сказать об устройстве. Вот. Он дороже, чем обычный Note 13. Он отличается по внешнему виду. Но он мощнее. Мощнее примерно на... Он набирает более 600 тысяч. Он набирал более 400 тысяч. Вот. То есть на примерно до 33% где-то так примерно. Этот будет мощнее по производительности в тестах. Вот. Ну и конечно постабильнее. Все-таки железо Qualcomm. На Qualcomm будет лучше работать вообще система Android. И в этом плане он будет постабильнее. Очень интересно будет сравнить эти два устройства. Обычные Redmi Note 13 Pro с версией 5G. Я думаю, что в скором времени это сравнение сделаю. Там мы более подробно разберемся о их разнице. На этом все. Спасибо. За просмотр. Пока.